Пожалуйста, Андрей, Катя, Кира. То же самое, повторяю. Спектакль очень трудный, спектакль очень объемный. Это трехактное большое полотно, в котором занята большая часть танцовщиков театра. Поэтому, безусловно, это такая глыба, для которой нужна определенная подготовка. Благодаря любви старшего поколения, наших наставников, благодаря любви тех исполнителей, которые, многие из которых еще принимали участие в постановке этого спектакля с Юрием Николаевичем Григоровичем, благодаря их энтузиазму и благодаря действительно любви самих танцовщиков к этому балету, этот спектакль идет у нас сейчас три раза с тремя разными составами ведущих исполнителей и исполнителей сольных второго плана. Да и в кардебалете мы очень многих тоже имеем возможность поменять, чтобы большее число танцовщиков Мариинского театра смогли прикоснуться и освоить этот репертуар. И мужской состав кардебалета имеет возможность проявить себя ансамблево, танцевально, и женский состав кардебалета естественно, традиционно имеет очень большую почву и поле для приложения своих усилий. Два года назад нам посчастливилось гастролировать в Баку, где мы находились по приглашению Арифа Джангиревича Меликова, автора музыки этого спектакля, который очень много нам рассказывал, сам присутствовал на репетициях и испытывал, как он сказал, испытывал огромное чувство радости и гордости о том, что спектакль в Мариинском театре идет до сих пор, о том, что он содержится в таком прекрасном состоянии, о том, что новые поколения танцовщиков имеют возможность танцевать этот балет. И, в общем, это было очень приятно. И мы, побывав в Баку, почувствовали колорит, колорит этой страны. Я увидел этот спектакль, будучи еще студентом школы Вагановой. И первыми исполнителями, кого я увидел, это была Ирина Санна Колпакова здесь, в партии Ширин. Я очень хорошо помню Габриила Трофимовну Комлеву в партии Махмена Бану, Галину Мезенцеву, Любовь Кунакову, непревзойденных исполнительниц, Ольгу Ченчикову, прекрасную драматическую танцовщику, которую я очень любил в этой партии. И среди мужчин-исполнителей я отчетливо помню Раджепа Абдеева, очень ярко подходящего по типажу к партии Ферхада.